В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране, цены на товары и услуги неумолимо растут, особенно это касается импортных продуктов. Почему так происходит и какие прогнозы делают специалисты, на ближайшее время рассказывает Анастасия Новичкова. Конечно, основная причина роста потребительских цен – это ослабление курса рубля на мировом рынке. На сегодняшний день курс доллара достиг отметки в 97 рублей, а евро – в 106. Российская валюта начала слабеть с начала мая этого года. По данным Центробанка, динамика курса национальной валюты определяется в первую очередь тем, что происходит с экспортом и импортом. Отсюда рост цен на товары и услуги, в особенности на продукты питания. По данным Тверьстата, самыми подорожавшими продуктами в месяц являются молочные продукты, цены на них выросли примерно на 3%, и огурцы, подорожавшие на 5%. А какими товарами планируют запасаться тверичане в первую очередь, узнали на улицах города. Едой – это самое главное. Ну, наверное, как скажут, наверное, по стандарту люди – это гречка, туалетная бумага. Ну да. Ну и, в принципе, я не знаю, сахар, соль. Это вообще закупаться никогда в прок не нужно. Надо жить вот каждым днём. И столько, сколько нужно. А так не угадаешь. Как взлёт, так и падение. У нас вся жизнь вот так вот. Верхнец, верхнец. Какое-то небольшое количество крупы, мяса, рыбы должно быть обязательно. Верхнец, что запасать надо? Быстро говори. Акции «Сбербанка» и «Лукойла». Гречкой. Туалетной бумагой. Юра. Солью. Не знаю, чем-то питательным, но не особо дорогим. Гречка, наверное. Консервами. И воды побольше. А вот ты чем запасалась? Крупами. Крупами, наверное, что? Они же долго лежат. Всё-таки на всякий случай можно было бы запастись. Муку, хлеб, печь дома. Большинство тверичан, как это обычно бывает в периоды нестабильности, планируют запасаться стратегическим набором. Гречкой, сахаром и туалетной бумагой. Пока они ещё по старой цене. Но тут возникает вопрос. Если с импортом всё понятно, то почему же дорожают товары отечественного производства? На этот вопрос нам ответил директор Института экономики управления ТВГУ Давид Мамагулашвили. Здесь две причины. Первая причина – недостаточная работа наших органов, которые должны отслеживать этот процесс. Прежде всего, это федеральная антимонопольная служба. И, во-вторых, программа импортозамещения, к сожалению, эта программа себя не показала. Конечно же, у отечественного производителя в нынешнее непростое время есть возможность занять основную нишу на рынке. Хотя и здесь есть сложности. Например, в виде высокой ключевой ставки. А значит, дорогих кредитных средств для бизнеса. Подводя итог, можно констатировать, что чего-то фатального в отечественной экономике не предвидится. Но и на лёгкую жизнь рассчитывать тоже пока не приходится. Как сказал известный эксперт, доктор экономических наук Никита Кричевский, осень будет тяжёлой, а зима ещё хлеще. И, похоже, осень стучится к нам в дверь уже сейчас. Хотя на дворе всего лишь август. Спасибо.